Эти в баре? А, эти же в баре, да, точно. Так, наркомания в городе Вусло на 30-та-та-та, нам нужно свежелиц и новые голоса, тра-та-та, ничего интересного. Вот нахрена эти дни нужны? Для чего? Мистер Бойт, это вам. О, кстати, жена. Это оно? Что оно? Ну, это от нашего парня? Это от частного детектива? А, что? А, не-не-не, мистер Бойт, это от какого-то агента Диксона. Ясно. Что, палец там какой-нибудь жены или кисть жены? Нет, прости, что не смог заскочить перед отъездом, но я обязательно прибуду отмечать твой выход на пенсию. И там... И эта книжка вот с этим офицеришкой. Из детства. У меня просто флэшбэк из Джек Дрэпер Сален. Бобби Флэш и похитители бриллиантов. Бобби Флэш и карточный шулер. Бобби Флэш и клуб любителей кошек. Бобби Флэш и соблазны. Да, что мне нужно. Я когда вижу в детективных играх коробки, которые мне кто-то присылает, я сразу жду там палец. А то и два. Вилдер мне пришел. Так, всю ночь читал. Ну хрен с тобой, ладно. Нет. Ну чем порадуешь? 84 день. Джек, у нас только что состоялся очень приятный разговор с господином Девлином. А, да все-таки да. Он невероятно лестно отзывался о твоей работе и пожаловал нам же полицию среднюю сумму, которая поможет расширить твой штаб на 5, вернее на 2 человека. Так, продолжай в том же духе. Ну хоть так. На 5, вернее на 2. Ну пецку кто-то хотел, да? Пецку в Б. Вот этого в А. Так, это что такое? Мистер Бот, меня зовут Рон Атикус. Атикус, Атикус. Что-то знакомое. Атикус. Где это было? А, корпорация Атикус, да. Точно. И хоть мы с вами не знакомы, я уверена, вы не раз проезжали мимо моего чудесного небоскреба. Он настолько прекрасен, что я хотела бы расширить прилегающую к нему территорию. Я получил все необходимые бумаги на снос маленького парка, не по дорогу, не по дорогу, не подалеку. Мои строители ждут команды, но, как обычно, много проблем с горожанами. Некоторые дамочки с колясками и собачники демонстративно гуляют в парке чуть ли не круглые сутки. А я не хотела бы сесть в тюрьму, случайно похоронив кого-нибудь из них под слоем бетона. Если бы ваши ребята разогнали этих бездельников, я была бы крайне признательна. Козлина, блин, вот так вот парки и пропадают. Так дышать нечем, мрази, в этом городе. Ах, психушечка. Как хорошо, что у нас сегодня много народа, да? Я хочу положить мои 500 тысяч куда-нибудь. Чейн Тэн, очевидец, сообщил, что на улице резко остановился темный седан, из которого выскочил мужчина и начал стрелять по витрине ресторана из пистолета. Звонившему показалось, что кто-то стреляет в ответ, но он не уверен. Как я и думал, мистер Бот, из нас вышла отличная команда. Человек с моими ресурсами и человек с вашими возможностями вместе могут творить чудеса. Партнерство, кстати. Буду рад оказывать вам любые услуги, которые мне под силу за предельно скромную плату и, конечно же, вам полагается вознаграждение. А-а-а, это типа место мафии теперь, да? Ага, смотри-ка, Атикусы, вечеринка. Сразу 8, блински. Ваших подчиненных могут отправиться на скучную загородную вечеринку отдохнуть как следует. Безопасное увольнение. Сотрудник, от которого вы хотите избавиться, предложит место в личной охране. Рона Атикусы этот коп попадаст в отставку. Перси, прикинь, вот это что-то, да. Слот детектива 22 тысячи. Слот офицера 22 тысячи. Бляха, какой полезный мужик. Тайный счет. Счет в банке, о котором не узнают в прокуратуре. Следовательно, не смогут отнять хранящиеся там деньги. Вот, я хочу тайный счет. Вот, можно было? А-а, подожди. Блин, это подозрительно. Я сейчас положу туда все деньги, короче. А что мне это? Подожди. Это подозрительное говно. Во-первых, очень сложно набить все 500 тысяч. Туда. Ну-ка, подожди, сейчас кое-что попробую. Да не-не, я не буду перси отдавать вообще. Он только реально начал нормально работать. Я не могу назад, но... Слушай, ну это... Слушай, там подстава. Мне тоже кажется, что там подстава. Вот тут... Он разорится или еще что-нибудь, либо сдрестнется нашими деньгами. Давайте ради любопытства тысяченку вот такиним. 8 гребанных часов спустя. 570 тысяч долларов на тайном счете. Не, ну блин, это как-то... Подозрительно. Это если у тебя будет урезать бюджет, для этого нужен тайный счет. Ну как он мне поможет? Ну то есть... Урезали бюджет, и я типа купила место? Или что? Сейчас бережение в одну корзину не надо. Вот, вот. Ну к тому же, если по сюжету у нас... О, неужто расследование? Отметить. Если у нас по сюжету отнимут деньги... А мне почему-то кажется, что что-то такое случится. Мне кажется, их так и так отнимут. Они на этом тайном счете не останутся. Ну, что-нибудь такое. Неужели? В самом деле? Что-то там я не помню. Что? Армстринг. Давай качать будем молодняк. Ну, какого хрена, слушай. У тебя не будут отгордений, которые ты туда положила. А, не будут? Точно-точно? И они не прогорят? Точно не прогорят? Ну, просто 500 тысяч туда закинуть, это сложновато. Будет. Просто. А как-то можно вот... Давай вот так сделаем. Как-то непонятно с этим тайным счетом. Наверное, только под конец их нужно забрать. А, то есть обратно отсчитывать, да? А имеет туда смысл реально деньги класть? То есть вот эти 500 переложить имеет смысл? Ой, ты задолбаешься же. Сам так разбогател, что отсчитывать деньги устает. Эх. Кассир заметил, как в банк зашли трое мужчин в капюшонах и со спортивными сумками. Торопитесь, кажется, они хотят нас окрабить. Зачем им нужны шумки? Шумки. Деннис Чапман сообщил, что его сосед Марлин Плоуф удерживает в своем бомбоубежище двух молодых девушек против их воли. Этот старый идиот совсем выжил из ума. Он убежден, что с дня на день нашу страну уничтожат пришельцы, и только он готовится к неминуемой катастрофе. Он построил бомбоубежище, заполнил его продуктами, каким-то образом смог запереть там двух девушек. Я слышал их крики и пытался помочь, Плоуф стал угрожать мне дробовиком. Приказывание вмешиваться в его дела, сообщил полиции мистер Чапман. Он отметил, что девушки нужны подозреваемому для того, чтобы восполнить популяцию земли подосли катастрофами. Кстати, почитайте книжку «Коллекционер». Она как раз про маньяка. От лица маньяка, в какой-то степени, который похитил девку и держал ее в бункере. Единственное, но в какой-то момент неожиданный поворот случился, так сказать. И мне перестало интересно читать. Если я что-то забросила, надо как-нибудь... Надо как-нибудь. Так, дезайвер. Старушка пожаловалась на транссвестита. Мужик в ебке! Средь бела дня! Совсем стыд потерял. Он тут, понимаешь, причиндалами мелькает своими, а в парке дети гуляют. Мне сейчас кажется, это либо ложный... Ну, либо... Транс, с которым мы... Научники закуем, не знаю. Шотландец, который вышел прогуляться в своем национальном наряде. Окей. Так. Возле бомбы убежи стоит мужчина с бегающими безумными глазками, сжимая в руках ружье. Пошли прочь, мирческие пришельцы. Меня их по их жены вы не получите. Насмехаться над мужчиной. Убрать оружие, попадать... Сэр, помогите нам предоставить... Кратострофу вас ждет президент. Ну да, возвращались в спортзал и заглянули в банк, чтобы снять любую вещь. Жилой писатель Иван Быков не пал на юного редактора во время чтения своей рукописи. Этот безумный писак его задушит, визжала секретарша. Несколько очевидцев сообщили, что по городу ездит голый человек на мотоцикле, стреляет в воздух из пистолета и истерично хохочет. Он ведет себя крайне неадекватно и опасно. Он чуть не сбил девушку, которая переходила дорогу, а затем прицеливалась и пыталась в нее выстрелить. Господи, пожалуйста. Курьер пиццерей утром поехал отвозить заказ, но за весь день так и не вернулся. Миндер разведения сообщил, что в прошлом на их курьеров несколько раз нападали и грабили, так что они очень волнуются за молодого сотрудника. Пропал Роберт Дерри, который до этого уже неоднократно отличался своей безалаберностью. Его также чуть не уволили из-за прогулы. Ну ладно, он сидит где-нибудь, жопой. На кактусах. Быков душит редактор, сидя на нем верхом. Схватиться, стала самую толстую книгу дарить писателям. Мистер Быков, у меня вопрос по одному из ваших романов. Зачем облома в конце Святой Радуги продает свой дом? Сдался моментально. Так, подкрепляшка. Писателям просто нужно внимание. Внимание. Ответ-то какой? А мы этого никогда не узнаем. До спойлера. Подвыпивший посетитель бара сообщил, что бармен пытался продать ему пистолет. Короче, сидел, я выпивал и жаловался на жену, которая требует развода. Сучка грозит отнять мне детей, потому что я пьяница, сволочи, не ценю ее, так она говорит. Так вот, я рассказываю все это бармену, а он слушал-слушал и говорит, дружище, а ведь ты можешь проучить эту тварь. Пойдем, у меня в подсобке есть ровно то, что тебе нужно. Короче, иду за ним, а у него там ящик с кучей стволов. Выбирай, говорит, любой дешево отдам. Ну, я и сказал, что подумаю, сразу вам звонить побежал. Нормально вообще. Мистер Дерри познакомился на пляже с молодыми девушками и решил остаться с ними отдыхать. Ну, я так и думала, да. Что ложное. Ну, давай. Ну, давай. Если у меня там куча стволов, можно было сват, конечно, еще закинуть. Ну, ладно. Мэн, все-таки не могу понять, стоит положить на тайный счет поблизко или нет. Угрозь физическим здоровьем. Прохожий сообщил, что по дороге только что промчалось несколько спортивных автомобилей на визуальной скорости. Они так каунте убьют, гонщики недоделанные. Барен многолюбный накуренок. Вот тощий парень лежит на полу. Бармен протирает стойку грязной тряпкой. Продолжить пульс. Бармен бросает тряпку и выпускает руки под стойку. Тощий парень на полу начинает блевать. Держи руки так, чтобы я их видел, ломатой. Отлично. О! Ну, это все равно мало. Даль, под себя прием. Всем привет, кто подошел. У нас, да, у нас стрим. Сегодня, правда, какой-то расслабонец. Ты получаешь стрим. Я даже немного засыпаю, потому что ничего не происходит. Ничего интересного. Одно и то же. Одни и те же задания. В принципе, зачем вот эти дни? Здесь ничего реально нет. Если как-то в другие вот, да, у тебя было какое-то сюжетное событие, к которому ты как-то более-менее двигалась еще попутно, у тебя были расследования. Сейчас расследование одно, и то еле-еле нам его выдали. А так ничего не происходит. Просто одни и те же одинаковые скучные дни. Это не круто. Так, завтра так. Ай-яй-яй. Ну ладно. Не были заставки, нет? Без сэндов уже не весело? Да при чем тут сэнды даже? Ну просто сейчас непонятно, к чему мы двигаемся. Вот куда мы двигаемся? К чему? К Робеспьеру? Ну так как бы хоть бы что-нибудь подвинули бы нам. Ничего же не происходит. Вот мы посмотрели заставку с быками, и все. Сэндов вообще слили. Мы их сдали, про них даже слова не сказали. Я сейчас не поняла. Я вот сейчас не поняла. До сэндов обидно очень, что их по сути просто слили. А так и есть, блин. Ты понимаешь, у нас несколько заставок с ними было связано. Ну то есть первая половина, считай, игры. Мафия, гитики, которая держит город. Там война группировок была. Ты там выбираешь, кого поддержать, какого вот этого. И тут ты ловишь главнюка вот этого старика-старпёра, который звонил тебе вот и там угрожал так очень вежливо. Ты его ловишь, сажаешь, и ничего не происходит. Ничего. Как? Почему? Просто странное говно. Во-первых, обидно. Во-вторых, странно. И сейчас вот что вот эти дни? Ничего же не происходит. Просто работаем. Где моя пенсия идти? Так, кафе Блиц. Четверо мужчин остановили фуру в районе закусочной и вытащили водителя из кабины. Сейчас они копаются в кабине у одного мужчины топора. Блин, мало народу, конечно, из этих четверых дебилов, которые взяли и ушли. Такое чувство заставку забыли выбор вставить. Так, блин, как-то... я не знаю. Это странненько. Очень, 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 очень затянутая игра. Старшая школа Фриборга. Вступили в жалобы от школьников, которые утверждают, что новый учитель физкультуры вымогает у них деньги за оценки. Что-то я сомневаюсь. Они, наверное, обиделись просто и все. УГГ, да, какие-то терки с Роджерсом. Мэр вообще его сто лет не показывали, не появлялся он. Ну, как-то, блин, вот эти вот пустые дни сколько... Сколько мы уже живем? С 79-го? С 80-го, да, дня? Пять дней уже? Уже играем час? Ничего не произошло. Ну, ладно, одна заставка была незначительная, но, блин. Копы вошли спортзала на перемене, физрук увидел их и пытался сбежать, но другой выход из спортзала и на больших оконах стоит решетка. Я хочу поговорить. Физрук быстро лезет по канату под потолок спортзала. Поджечь канат! Лезть следом. Я подожду, у меня смена только началась. На парковке мэрии собрались водители, протестующие против увеличения транспортного налога. Они выражались несколько автомобильных шин, но в целом ведут себя спокойно. Лезть следом. Чуваки, возвращайтесь быстрее. А-а-а! Нам нужно лежать. Не успеть, не успеть, не успеть, не успеть, не успеть, не успеть? Не успею! Мужчина, истеричным шептем сообщил, что у него на кухне сидит Мефистофель и зовёт вместе выпить. Этот, чертов дьявол просто приезжает и искать. А здесь, понимаешь, не ложное! Там ложное, а здесь не... Ну почему? на улице меня только что обчистил какой-то мудак в синей бейсболке он подошел ко мне сзади, ткнул в спину пистолетом забрал бумажник, часы и золотое кольцо сообщил брокер Тони Бинкхэм когда я искал таксофон, чтобы вызвать полицию снова я его увидел, он стоит в 10 метрах от меня и что-то высматривает перси давай ветеран Дэниел Крокет сообщил что сосед студент постоянно гадит прямо ему на крыльцо, в этот раз он полностью завалил все ступеньки, так продолжаться не может 7 чиновники из мэрии в княжном магазине представят биографию мэра под названием большой бизнес великого человека, необходимо обеспечить безопасность ну типа возле переулка стоит несколько человек два из которых в бейсболках внимательно наблюдать за обоими нам нужен синий подозреваемый бьет полицейского и тянется за своим пистолетом доблестные копы сделать предупредить любую стрелу я прям представляю как перси берет пестик и так в воздух так пафосно героически не смеешь ты ублюдок перси мой герой главный герой этой игры мне кажется мы просто этого не знаем в туалет на крыльцо к ветерану ходили две бездомные собаки это очевидно было конечно лети на завод с бешеной очередной волной сокращений на заводе Адаир Ортиц сорвался на своем начальнике и сильно его избил просто сейчас такое безудержное веселье в игре и звуки дождя еще до кучи усыпляют что у меня уже язык заплетается коллеги боятся что мистер Ортиц перегнет палку и вызвал полицию Адаира давно были проблемы с контролем своего гнева но сейчас он просто вне себя глаза налились кровью он дучит коллетики звери он собирается сбросить босса с чана с жидким металлом ой дурдом че там? вы как-то может быть это самое поднапряжетесь вас там дохрена народу перси уже нормкопом стал ну так извини меня столько пахать-то очевидец заметил в порту несколько машин десяток вооруженных людей загружающих что-то подозрительное ой там что-то жопа какая-то Адаир Ортиц защитный костюм стоит над чаном расплавленного металла держит за горло своего начальника дурам так оттолкнуть подозреваемого с жертвой подальше от чана привести в чувство выстрел выстрелить в подозреваемого ну воздух сейчас они вернутся быстренько я думаю успеют ну давай 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 да подожди 11 11 так давай самых жирненьких списнас автозак перси ну мелких надо отправить чтобы они качнулись так что это и тут сватку поступило сообщение о том что машина автосалон использует для контрабанда героина наркота спрятана в запасках вот увидите сообщила она ним что-то мне кажется ты звездишь хотя наверное нет о че тут похищение ебенка 6-летний алекс вместе с отцом пришла на детскую площадку в парк исчезла средь бела дня так Гладис Маккейн мать девочки мы с мужем разводимся и сейчас судимся за право полной опеки над Алис судя суть складывается не в складывается не в его пользу я думаю он решил не дожидаться решения просто взял что ему нужно этот алкоголик всегда так делал слушай это не тот ли как раз таки который приходил в бар жаловаться как то так вот совпало этот алкоголик всегда так делал но я не могла представить что он может поступить так собственной дочерью наверняка подбил одного из своих дружков на похищение а не за бутылку готова на что угодно от него и все его семейки алкаши одни беды отец во первых я уже месяц трез как стеклышко хожу на встречу анонимных алкоголиков во вторых я выпустил алекса из виду буквально на секунду ко мне подошел Тимати Гал а Тимати Галагер что-то мы про него слышали по-моему товарищ по АА и мы перекинулись парой слов пока дочка играла возле горки когда я повернулась к Аликс ее уже нигде не было и это наверняка Гладис надоумило ее сбежать чтобы окончательно настроить судью против меня мол я не гожусь в отцы да я видел Гордона с дочкой в парке мы разговаривали буквально секунду он хотел помочь ей спуститься с горки я пожал ему руку и пошел по своим делам подросток в костюме кукурузы я раздавала листовки в парке и наблюдала как двое мужчин пили виски прямо из бутылки развалившись на лавочке возле горки а еще я видела девочку в голубом платье которая ходила вокруг горки а потом наклонилась чтобы подобрать что-то с асфальта тут к ней подошла пожилая женщина взяла девочку за руку и повела за собой женщину заметно пошатывала господи что происходит вообще не видела ничего подозрительного только какая-то пьяная пьяня помяла урну на парковке и молча уехала короче бабка похитила ребенка и еще и урну сбила охрененно светлой краски так ну вот они типа болтали ну допустим в общем разница между вот этим а здесь ступенки а здесь горка так ну-ка вот ну это темная ну это светлая или темная считается хреново просто блин я не успею ну блин все че-то зовем еще какое-то странное задание да с этим ребенком сейчас кстати если попросят подкрепление у меня будет кого отправить надо только чтобы они успели доехать обратно а ложное все-таки ой слава богу господи я так надеялась если честно потому что как-то аноним то что звонит там у них в покрышках что-то это ой блин надо было на завтра перекинуть мне кажется эти бумажки уже в принципе можно не открывать да хор Стас все короче он меня бесит он вообще не работает его волю ну ладно дурак что-то спивается так не я не хочу я боюсь уже покупать если честно какие-нибудь кассеты что-нибудь заиграет ютубу не понравится только проверенные кассетки только хардкор так не туда не туда еще раз спади где это было так где-то есть надоел ой все до свидания так держи труда Тереза Уивер Джек Розиски нифига себе лицо такое какое-то непонятное Джордж Карсон я хочу Терезу так что тут прибавочка слот а мы и этого возьмем и этого мне просто интересно даже что он либо он бухает либо он очень кропотливо работает одно из двух о смотри какая милая Куач Симонэйти Уильямс Смэль Оливия Уайт короче Кимберли берем вообще надо бы Смэля конечно взять но Кимберли прикольная ну давайте Смэля сегодня тоже народу мало три подвыпившие женщины зашли в круглосуточный магазин взяли по банке детески колени когда предавец отошел в подсобку залезли за прилавок взяли дробовик и ранили хозяина магазина женщина-продавца жена ну женщина тоже живущая на втором этаже вызвала полицию Пецка ну что-то как-то уныло Парикмахерскую Black Handsome вошел мошельно в капюшоне темных очках попросила сделать ему такую стрижку чтобы никто его не узнал Парикмахер Эммит Брукс подозревает что мужчина скрывается от закона он даже согласился перекраситься блондином с ним явно что-то не так да там фигня точно какая-нибудь Кармела Коан поругался с 23-летним бойфрендом своей 42-летней матери соседка вызывшая полицию сообщила что участники конфликта долго орали друг на друга на улице затем немного потолкались после чего парень выхватил пистолет и открыл огонь по паре женщина уронила в ногу а ее бойфренд получил как минимум три выстрела в живот придурок маме не дает пожить ты понимаешь воротина утопился женщины веселятся пьют спиртное и разбрасывают с продуктами увидев полицию одна дама хватает дробовик и открывает огонь подождать пока у преступницы не закончатся патроны ага в себя принимать да все обойти магазин зайти с черного входа бросить магазин через мне черный вход безудержное веселье безудержное веселье блин серьезно что-то уныло и нам еще сколько сейчас только шестой день нам до девяносто четвертого ну да нам до девяносто четвертого нужно дотянуть потому что там что-то произойдет детский сад воспитанница детского сада Каролина Кейнхэм сообщила что в ясно ворвалась Алевтина Васильева схватила своего сына опекая над которым полностью пришла к ее мужу после развода и попыталась сбежать на службу безопасности заблокировала выход затем подозреваемая заперлась в одном из пустых помещений требует немедленно отпустить их сына так подожди ой Либрия привет у нас сегодня очень весело так весело что мы все спим так ощущение то что знаете вот они придумали эти задания а потом они просто все не влезли в игру и поэтому они решили сделать несколько вот таких абсолютно пустых дней просто из этих заданий состоящих где даже не расследовала то есть расследования закончились а вот эти вот такие рядовые задания они остались и типа вырезать их было жалко давайте их пихнем пожилая женщина инвалид увидела из окна как мать сначала ударила своего маленького сына по лицу а потом начала топить его в надувном бассейне поспешите спасать мальчика надо господи боже мой я ж мать так ребята давайте быстрее вокруг двери столпились куча детей и воспитателей смотрите на улице Санта Кляуз искать другой вход помещения отойти от дверей в двери слышен древ ребенка с ним обормотанием с которого можно разобрать только хочу к папе на заднем плане слышно как кто-то пытается открыть окно отправить на переговоры самого милого и доброго ребенка выбить дверь блин откройте это полиции не будем усугублять ситуацию что это о ничего себе подожди я не успеваю Мимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимимим Дело, но по телевизору говорили, что он очень-очень опасен. Что-то, мне кажется, это брехня. Все? Ну ладно. Мистер Бойт, нам удалось снести парк рядом с моим небоскребом, но появилась другая проблема. Мы начали застраивать расчищенную местность, но про чем кто-то повадился воровать стройматериалы? Моя охрана или оглохла, или в доле с ворами. Пришлите несколько своих парней, пусть они последят за периметром и схватят любого, кто кажется им подозрительным. Но воры не нужно везти в участок. Я хочу разобраться с ублюдком по-своему. Так, подожди минуту. Что-то, мне кажется, эти аттикусы, они нам, конечно, еще палки в колеса понаставят. Укуренный голос прокричал в трубку, что в парке какой-то мужик в цилиндре собирается распилить женщину пополам. Парк, цилиндр. Джек, это ты? У этого животного вообще никаких тормозов. Он это делает, он бьет бедную девушку. Ему еще толпа единомышленников скандирует, поддерживает. Вы же понимаете, что это такое, это в парке какое-нибудь цирковое представление. Это похоже какое-то коллективное жертвоприношение. Присылайте всех свободных копов. Ага, сейчас, прям бегу, спотыкаюсь. Ой, по-моему, что нет. Блин, а почему так часто мы Джека вспоминаем, да, Потрошителя в ходе этой игры в постоянное время? Чего происходит? Надо какую-нибудь игру пройти про Джека Потрошителя или что-нибудь такое. Надо, короче, синдикат включить, там есть DLC-ха про Джека Потрошителя. Ложная тревога. Да что ты мне говоришь? Звезда латиноамериканских сериалов. Официантка приняла анонс очередного шоу с участием мистера Тазда за сообщение полиции Роскилл. Дура. Четверо черных копателей с металлоискателями ходили по пляжу и наткнулись на что-то ценное. Они сначала бросились откапывать находку, но, не закончив рыть, стали ругаться по поводу того, кому и сколько достанется. Мужчина с седой бордой устал перебрасываться словами и ударил своего приятеля металлоискателем по голове, а тот упал замертво в песок. Оставшийся троицу устроила драку. Очевидец, вы считали, все просили поспешить. Давай, ладно. Лоренцо Трантийно. Лоренцо Трантийно. Лоренцо Трантийно. Топ всегда везде. Ну, не без этого. Феноменальная личность, конечно. Павел Голубь сообщил, что прошлым вечером заплатил девушке, чтобы та провела с ним ночь. Утром он распрощался с ней, но позже обнаружил, что из шкафа исчезли драгоценности и 3000 баксов. Мистер Голубь готов показать место у трассы, где обычно можно найти эту девушку. Да. Перси нет. Ну, только это не его смена. На концентте панк-группы Butterflies on Crack завязалась драком. Давай, хоть сват сидит там, скучает. О, неужели. А, слушай, медведик. Ну-ка. Ну-ка. Фиг его знает. А вот здесь медведь, кстати, нарисован. Ну-ка, подожди, кстати, вот это... Здесь у него в руках куклы, да? Здесь как будто... Подожди, а... А в чем вот эти две штуки отличаются? Ну, то есть... А, вот я вижу, они здесь сидят. Ну-ка. Вот это, кстати, наверное. Так, подожди минутку. Пили виски прямо из бутылки, развалившись на лавочке. Да, на лавочке. А здесь, видите, стульчики такие. Хотя, блин, это на пиво больше похоже, да? Слушай, ну... Слушай, и это лавкой можно назвать, и это... Ну, это скамейка, наверное, больше все-таки. Вот так вот. Машина... Не, машина светлая, наоборот. Там было сказано, что светлая. Вот, видишь, светлая краска. Ну, не хватает пока что немножко. Так, что делать? Ждем. Блин, еще неделю. Просто, просто неделю еще ждать. Даже больше. Так, на танцпуле Крики Давка. Кто-то ползает на корточках и не может подняться на сцене. Музыканты дерутся с самыми буйными фанатами. Молодежь, концерт окончен. Так. Вокалист группы орет микрофон. Шухер, копы, мочи этих свиней! Люди начинают бросаться на полицию. Просто террорять колонки. Может, что-то интересное будет за это? Чего-то я сомневаюсь? Если честно, прям, блин, ну грустно как-то сейчас. Просто они пустые дни. Если раньше, когда вот такие пустые дни были, тебя хотя бы двигала вперед мысль, то, что, блин, у меня там расследование, у меня там мафия, у меня там вот это. Сейчас вообще ничего не происходит. Просто ничего. А что они так часто стали просто прогуливать? Просто не приходить? Да, иди. Да, слушай, ты только начал работать, а да. Они просто в какой-то момент очень часто начали просто забивать на работу без каких-либо отмазок. Не надо было ловить сэндов. Может быть, мы их слишком быстро поймали, я не знаю. Игра не ожидала. Может, мы настолько хорошо играем? В последние данные полиции Фрибурга работают выпускники Академии с самыми низкими оценками. Это позор не только для вас, но и для всего города. За следующие два дня пошлите четырех копов на переподготовку. Если вы не сможете ничему их научить, доверьте это профессионалам. Слышь? Не, ну а что я-то? В конце дня отправим. Небоскрепатикус. Офисный служащий пришел на работу раньше обычного и услышал выстрелы и крики, что доносятся с крыши. Я работаю на верхнем этаже, но никогда не замечала здесь ничего подобного. Что-то мне кажется, это фигня. Там выстрелы, крыки. Может, они там бухают на крыше, шампанское разбивают, я не знаю. Ну ладно. Мне кажется, это вот это... Нет. Актер дробовик сможет. Да что-то фигня какая-то стопудово. Вон, народ, сколько поэтому отпрашивается. Причем здесь народ и то, что они отпрашиваются, как это связано. Перед входом в женскую клинику собрала весь противники абортов. Люди настроены агрессивно, выкрикивают аборт это убийство, аборт это грех. Врачи и медсестры боятся выходить из здания. Дочники работают. Так в том-то и дело, что вот эти ребята никогда не прогуливали вот так вот, а тут вдруг с какого-то момента вдруг начали, понимаешь? А я туда сват, прикинь, отправила, да? Так, угроза физическому здоровью. Компания шутников бросает на тротуар кошелек, привязанный к тонкой нитке и постоянно подтягивает бумажник, заманивая любопытных прохожих в мусорный контейнер в переулке. Это уже не первая жалоба на шутников, но на днях одна из жертв такого розыгрыша так испугала, что ее заперли в мусорном ящике, что потеряла сознание и до сих пор не пришла в себя. Ну блин, ну мозги-то должны быть, если же кошелек от тебя убегает, наверняка это не просто так. А месье бывает, месье, кстати, пишется без... без е, если что. Мои иностранные шеф-повара совсем отбились от рук и стали плевать в еду и подкладывали... подкладывали туда... Я сказала, перестали, плевать в еду. Стали плевать в еду и подкладывать туда всякую дрянь шутки ради. Все бы ничего, но многие посетители стали замечать в еде и народные предметы и жаловаться. Я пыталась разговаривать с сотрудниками, они вроде бы понимают щуки вали, но все равно продолжали творить беспредел. Пришлите, пожалуйста, пару своих сотрудников, чтобы как следует запугать их депортацией или тюрьмой. Понимное дело, что угроза должна остаться угрозой, но я не хочу себе позволить остаться без поваров даже на день. перестали плевать в еду. Четыре варианта написания? Да? Мне всегда казалось, что та, которая без е, она самая правильная и чуть ли не единственная. На улице лежит купюра в 100 баксов. За угла в переулке выглядывает несколько голов подростков. Тихо зайти в переулок с другой стороны. Человек, пожелавший остаться неизвестным, сообщил адрес мужчины, который занимается производствами продажи поддельных справок, документов и других бумаг, которые пользуются спрособом населения. Козел задрал цены до неба, а качество у него вообще никакое, сообщил раздраженный мужской голос. А, то есть нормально, да? Ты берешь поддельные эти самые, но сейчас мы тебя загребем. Не игнорируют Писю, нормально, вот. Порадовали Писю. Все хорошо. Так, давай, мужья. Писю берегу для важных дел, именно так. Так, сэр, мы немного проявили инициативу, пару раз приложили дубинкой по самому дерзкому иммигранту. Все остальные поревели полчаса, на шубку усвоили и клялись, что больше заниматься такими глупостями не будут. Мисс Френч? Френч. Месье Френч. Нас как следует отблагодарила, угостила соки и крабовым салатом. Так тепло, о нас даже семей не заботится. Тысяча, о, спе, всего-то. Еще набухали их моих чуваков. Свободные перцы. Ну ты, Арман, ты занял уже своего. Куда тебе еще это? А, или твой помер. Твой уже помер, да? А, небоскрепа. Опять уста своей. Продавец магазина подарков. Заметил ярко одетую мексиканку, которая запихивает сумку в статуэтку монумента Фрибурга. Она потом много еще набрала. Я стыдила за ней, указ она рассчитала за все, кроме статуэтки. Я попросила охранник задержать ее, но вмешалась в какой-то крупный бжик и воровка ускользнула. Ну, из свободных вот этот, например, есть. Вот эти трое. Не, вот эти все последние свободные. Вот этот усатик тоже свободный. Вот этот свободный вроде как. Так, на стопу дверь никто не отреагировал, так что полиция выбила дверь в квартиру. Тут же из комнаты возник мужчина в очках, который показал удостоверение федерального агента. Би-би-кью. Внимательно смотреть удостоверение. В конце это мой Фрэнк. Где он? Какой твой Фрэнк? Короче. Вот, вот они все свободные выбирайте. А там уже если кто-то будет занят, кто-нибудь тщательно напишет, потому что я не помню. Я не запоминаю особо, кто там занят. Вот Мариньяк точно свободен. Как и Гримс. И Рашинг. И Уилдрим. Девушка каялась поп-звездой Алана Моррес, которая приехала в гастроли. С ней был телохранитель. Она заглянула в магазин, чтобы купить сувениры близким и просто забыла о статуэтке в сумке. Неудобно все это было держать в руках, извинялась Алана. Продавец не узнал ее, я не слушаю попсу, но автограф у певицы на всех случаях взял. Не, это нормально, да? Отмаза. О, мне не хватало рук. Ну, ечить, возьми тележку, дура. Уилдрим вроде за бумажкой, да? Разве? Ну, допустим. Ну, скан, сканлан вон, свободен. Прохожий заметил вооруженных людей в масках, которые выбежали из банка с большими сумками и скрылись в жилом доме. По-моему, один из грабителей был ранен. Ну, допустим. Перси давай. Можно я буду спецназом? Нет. Спецназ у нас это Клаустрофобик, Морталекс и Абриль Бельмонт. Потому что у них самое большое количество подарочных подписок. Я сват. Да. Так, Науми Рузерфорд утверждает, что на город напали коммунисты. У меня прямо под окнами шатается целая семья в красных спортивных костюмах с надписями УССР, а в руках они держат серпы с молотами. Этого я не видела, но чувствую сердцем, что все так. Мы 200 лет проливали пот с кровью за демократию не ради того, чтобы в одну часть издаться этим коммунякам. Берите автоматы и приезжайте. Консервш лежит на полу без сознания. Лифт не работает, на ступеньках следы крови. О, трехурумнивая. На лестничной клетке лежит только женщина, в халате преступники заходят в квартиру. Света шумовая. Денюшки однако. Так, но у меня Розерфута... А, ну это же она, да? Дура. Что там насчет этого самого-то, слышь? Чуть не густ. Что? Что? Ну ладно. Сваткум брат спецподразделения века. Ледовая арена Кристовера Сэнд. В очереди с билетами на концерт певца Ларри Пистола. Ой, Кост Пистол, господи. Подрались несколько девушек. Бухие сейчас пойдут. Ага. Ох, подозреваю их грохнут. Бухие, офицеры сейчас баб раздумать будут. Женщина испугала семья Бриенов, эмигрантов СССР, которые недавно приехали в город и еще не успели закупиться новой одеждой. Если они на родине вот в таких вот этих самых ходили, да? О, ура, спасибо. Как интересное. Дом был все. Так, вот она сажает. Все равно как будто бы что-то не хватает, да? Хотя. А, здесь мишка, кстати. Вот так вот. Все-таки, потому что, да, потому что девочка. А, хотя смотри. все-таки медведь. Все-таки сраный медведь. А, ну вот так. Вот медведь, плавочка. Потому что от светлой машины нужно ориентироваться. Видите, здесь зеленая юбка и здесь зеленая юбка. Так, а чего не хватает-то? Вот что-то одной, да, штучки? А чего, а чего может не хватать, если там подумать? Там же бабка. Ну, бабка, да? Где ты видишь мужика? Не похоже на мужика, бабка, по-моему. светлая машина, бабка. А что еще здесь может не хватать? Девочки нагибаются, потом приходит бабка. Ну, вот она нагибается. А, ну, здесь, здесь видите, здесь ступеньки. Или это типа ступеньки для этой самой. А, ну, кстати, я просто думала, что вот нагибается. Это, видимо, она только смотрит. Хрен там. Ну, нет, ну, это ступеньки какие-то. Девочки на фото куклы же. А, кстати, да. Все-таки кукла. Блин, сосрань ты такая. Просто здесь лавка, здесь скамейка, води просы. Опять же, не совпадает тогда, потому что написано было, то, что светлая краска. А здесь, видишь, темная. А тебе надо либо новые... А, кстати, вот на бабку больше, кстати, похоже, реально. Ну, а чем это не бабка? Так, если подумать. Не, ну, смотри, допустим, ладно, хорошо, все-таки кукла. Потому что про первую картинку, я, честно говоря, вообще забыла. Ну, как, посмотреть на нее. А, это же он, господи, реально. Ха! Я что-то тоже... Ой, что-то я все... Я просто, блин, такой увлекательный геймплей, просто последние два часа мы наблюдаем, что я уже сплю. Не, ну, тогда да, тогда все логично. А я что-то даже не увидела, что они одинаковые. Ой, тогда, получается, нужно новый кадр ждать. Потому что это, наверное, не считается за светлую краску. Или считается? Непонятно. Потому что я бы не назвала эту краску светлой. Вот эта светлая. Не, не, значит, все-таки правильно вот это, как изначально у меня было. Тоже, блин, опять же, лавка, скамейка, пойди просы. То и то можно назвать и лавкой, и скамейкой, и всем остальным. Так, ладно, нагибается за куклой, как изначально и было. Потом бабуську. Не знаю, вот это считается за нагиб. Ну, допустим. Ну, блин, это не светлая краска. Но считается светлой. Почему? Блин, вот смотри на эту машину. У тебя, вот обычно, когда говорят, что там светлая или темная, у тебя будет два варианта. У тебя будет светлая и темная. Вот она светлая, и там было темная. Очень странная говна, но ладно. Так, ну да, я знала, что кто-то из них сдохнет, потому что они отправились пьяными. Калхоун, прости, прощай. Кто у нас там Калхоуном был? Ой, ну блин, задрали. Серьезно. Естественно, отбор. Во-во. Так, Джудит Маккейн потеряла дом, теперь живет в трейлере. Ну, поехали. Пьянь слили, рип. Перси, смотри, блин, уже просто огонь, мужик. Калхоун на самом деле клевый был, да еще 620, но издавшим бухой был, дебил. Ладно. Так. Замечательно. Ох, канавты, блин. Так, ну ладно. Робинс, давай на завтра. Готье тоже. Давай, Ангурта. Боже мой, еще шесть дней этого ада однообразного. Че-то вообще. Да ладно. Справимся. Завтра стекает срок. А, мне же четверых надо отправить на переподготовку. Ой, да пошли бы в жопу. Так. Ну давай, Киндерли. Она миленькая. Слушай, а я не понял. Подожди. Да, подожди. А этот мужичок, которого я уволила, он же был детективом вроде, нет? Ладно. Че это? Очевидец обнаружил ржавый белый грузовик, который находится в розыске в связи с похищением 13-летней Тани Родригес. Прямо со школьного двора. Машина стоит в поле и не двигается уже более двух часов. Оттуда никто не выходил. Я не хочу узнать подробности. Блин, даже комментировать нечего, понимаешь? Прямо просто не знаешь. Сидишь, как дебил. Смотри, какая, кстати, интересная цифра. Так, 50-летняя Аманда Прайс набросилась на молоденькую официантку. Ей показалось, что девушка заигрывает с ее мужем. Аманда схватила официантку за волосы, тащит популу со словами. Ты так нагибалась, дрянь, будто твои сиськи тоже в меню. А можно мне Кимберли застолбить? Только борщевики. Споргон раздается в непонятные звуки. Окна машины запотели, ничего не видно. Открыть дверь. Господи. Внутри сидит мужчина и играет с девочкой в куклы. Увести девочку, предложив доиграть в полицейской машине, а затем арестовать мужчину. Сперва он бы с ней в куклы поиграл, да? Ублюдок. Педофил проклятый. Ой, блин, господи. Он даже спину ломает, блин, от этого веселья. Мистер Норрис услышал взрыв. Я был на кухне, делал себе яичницу с беконом, а вдруг бам, даже стекла затр... Надо пиццу пойти сделать, может, веселее станет. Стекла затряслись. Я бывший военный... Боенный... Бывший... Военный... Подписку Джерани. Первая подарочная подписка от этого участника на колено. Белый тролль! Его коснулась эта эпидемия. Спасибо, белый тролль. Очень неожиданно. Очень круто. И, Джерани, поздравляю. У тебя есть борщ. Эгей. Белком. Тролль решил сменить карьеру и идти в сват. Да не начин. Точно-точно. Это его коварный план. Владой бизнесмен Расул Хадат обратился в полицию по поводу мелкого чиновника Джаспера Редмонда, который требует взятку в 20 тысяч баксов. Иначе бизнесмен не получит необходимых разрешений на открытие магазина. Хадат готов притвориться, что он дает взятку Редмонду, чтобы полиция могла поймать преступника на горячем. Какой хороший ходат. Ну, давай. Бабка украла. Нет, нет, это другая девочка. Бабка это была это самое. Расследование, а это просто дело на карте. Покушение и убийство. Молодой моряк сообщил, что на его жизнь покушались. Я спокойно плавал на спине недалеко от берега, вдруг почувствовал, что мою лодыжку схватили, чьи-то склизкие пальцы и потащили вниз. Я еле вырвался. Можете смеяться, но это точно были русалки. Мне на флоте о них рассказывали. Сотрудник порта увидел, как двое мужчин пытались попасть внутрь фуры, но, потерпев неудачу, подогнали свой грузовик и сейчас пытаются угнать прицеп. Мне кажется, они не осилят таким составом. Полиция вошла в кабинет сразу после передачи денег. Рыдман быстро спрятал большую свертку в ящик стола. Надо обыскать стол. Человек резко вскакивает и бросается к окну, безуспешно пытаясь его открыть. Схватить и уложить на землю. Есть, кстати, сериал такой, относительно новый. Ну, новый. Сирена называется как раз про русалок. Но только про таких, знаете, не добрых, милых, классных, а про таких жестких русалок. То есть, я посмотрела первые четыре серии, довольно мрачно. Актриса, которая играет главную русалку, она офигенно играет. Но сам сериал, он, конечно, немножечко бредоватый. Такой, знаете, немножечко чувствуется, что с ориентацией на подростков. Знаете, без особо умных каких-то, мега крутых диалогов. Ну, так, знаете, чтобы туда и туда попало. Ну, так, в подростковом возрасте, наверное, офигенно было бы смотреть такой сериал. Но сейчас смотришь, и так... Типа бредом попахивает немного. Так, что я не читаю-то? За городом основывалось два десятка бомжей, которые организовывают... Точно, надо добавить людей. Палаточный лагерь. Они очень агрессивно относятся к чужакам. Нападают на них, избивают, убивают и, по слухам, порой даже промышляют каннибализм. Амонимный источник добавил, что на своих огородах они выращивают не только овощи, но и какие-то наркотические растения. Бомжей, да. Ух, вовремя они приехали, конечно, да? За секунду буквально. Наряг зацепился за кромную корягу, заросшую мясистыми водорослями. Мясистые водоросли. Страшная картина. Мистер Норрис сообщил о выстрелах на улице. Я жарил стейк на кухне и услышал несколько резких хлопков. Думаю, стреляли из М-16. Я бывший военный, знаю, о чем говорю, так что приходите побольше пушки. Что-то я смотрю, у вас тут все, да? Военные внезапно повылазили. Так, мы снять. Увидев полицию, три жителя палаточного городка выхватили какие-то причудливые ножи и бросились в атаку. Стенка на стенку. Выстрелить в воздух. Из палатки вылезла чума за женщину с грудным ребенком на руках и бросилась в сторону полиции. Сына, заберите! Заберите отсюда моего сына! Кричит она. Забрать у женщины ребенок, да? Фикус. Ребенок был фикусом. Так, сейчас подожди. Посиди еще, ребята, ну. Блин, это вечеринка была. Блин, гости лопнули несколько шаров, а мистер Норрис перепутал этих лапки с выстрелами. Военный, блин. Тот тоже. Слишком много, говорю, этих военных. Божилая женщина устроила скандал в аптеке. Она считает, что фармацевт подменил ее лекарства и из-за них она теперь набрала лишний вес. Посмотрели на эти складки. Омерзительно возмущается женщина и снимает с себя платье. Хэттон, давай. Вперед. Ой, я не прочитала. Ну ладно. Может, что-то ее не тянет. Так, мужчина прыгал за букерным столом крупную сумму и напал на девушку-курупье. Один согласился. А там больше одного нельзя было. Замечательно. Ну, вроде нормально. Вроде живем. Зачем мухлюешь, падла? Кричит мужчина в желтом пиджаке и тычет револьвером в лицо девушке-курупье. Охрана казино осторожно выглядывает из игровых автоматов. Мужик, где пиджак купил? Прикарманить фишки. А ну, стоять, мадап, пока! Мужчина заламывает девушке руку и говорит, что Я сейчас сажаю на раз и навсегда отучу тебя и твою контору мухляжа. Посмотрим, как ты будешь сдавать карту с отстрелянными пальцами. Выстрелить в мужика шокера. Так, мужик, бросай оружие, сдохнешь, поверь, я не мухлюю. Поставить на красное. Выстрелить в мужика шокера. Шокер. Шокер рулит. Человек-паук, конечно, так не скажет, но... По сути, ты против лоры игр. Да, странно, что с одной стороны они говорят, что Я не поеду в одиночку. И тут же на какие-то задания могут вполне так сделать. Стряненько. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!